В небольшом городе бесследно пропадает мальчик. Никто не знал, что же могло с ним случиться. Пока вся семья мальчика активно его разыскивала, местные полицейские предположили, что его могли похитить. Они вызвали агента ФБР, чтобы найти похитителя и определить местонахождение ребенка, в надежде, что он еще жив. Ноябрь 1992 год. Город Лондон, штат Кентукки. Лондон – небольшой городок, окруженный холмами. Он расположен в центре табачного штата Кентукки, недалеко от более крупного города Манчестер. Здесь многие семьи живут уже не первое поколение и почти все знают друг друга. 25 ноября 1992 года в 11 часов утра дети из начальной школы Пейс Крик в Манчестере с нетерпением ожидали праздничного обеда перед отъездом домой на предстоящие каникулы в честь Дня Благодарения. Десятилетний Скотти Бейкер после окончания уроков должен был сесть на автобус и поехать к бабушке. Оттуда его должен был забрать отец, 37-летний Дональд или, как его называли, Донни Бейкер, который работал дальнобойщиком. Отец и сын планировали провести вместе всю праздничную неделю, путешествуя на грузовике. Скотти Бейкер родился 17 февраля 1982 года в Грасте Клей, штат Кентукки, в семье Дональда Бейкера и Рут Роуз. Он учился в пятом классе начальной школы, любил баскетбол и стрелял из винтовки. Родители Скотти уже несколько лет были в разводе, но сумели сохранить дружеские отношения ради сына. Хотя большую часть времени мальчик жил с мамой, он также проводил значительное количество времени со своим отцом и его новой женой, 22-летней Стефани. Но больше всего Скотти любил ездить с отцом на его грузовике. Матери Скотти, Рут, впервые предстояло провести День Благодарения без своего младшего ребенка. Рут решила порадовать Скотти и отправилась к нему в школу, пока тот не уехал на автобусе. Рут ждала в машине, пока сестра Скотти отправилась в школу, чтобы его забрать. Вскоре дочь увернулась одна и сказала матери, что Скотти нигде нет и его никто не видел. Поскольку Рут не сообщила в школу, что собирается забрать сына, она посчитала, что он уехал на автобусе, как и было запланировано. Чуть позже Рут отправилась к бабушке, чтобы убедиться, что сын у нее. Но там выяснилось, что у бабушки Скотти так и не появился. Обеспокоенная мать мальчика тут же стала звонить родителям его друзей, в надежде, что те знают, где он может находиться. Но быстро выяснилось, что никто из детей не видел и не знал, где он может быть. Обойдя окрестности, близкие стали понимать, что домой с другими детьми Скотти не поехал. Тогда мать и дочь вернулись в школу, чтобы выяснить, не остался ли он там по какой-либо причине. Мать Скотти Рут застала директора в учительской. Она попросила его помочь найти сына. К тому времени все учителя уже разъехались, и директор пообещал позвонить учителю Скотти домой, чтобы прояснить ситуацию. И тут взгляд женщины упал на журнал регистрации, который лежал на парте. Там она увидела запись о том, что Скотти забрали в 11.30. Директор тут же позвонил школьному секретарю, чтобы выяснить, что же произошло. Секретарь пояснила, что примерно в половину 12-го в офис зашла темноволосая женщина в очках и представилась Патрисия Смит. Она сказала, что пришла забрать Скотти Бейкера, чтобы отвезти его к отцу. Как раз в этот момент мальчик с одноклассниками шел мимо учительской на праздничный обед. Секретарь позвала мальчика и сообщила ему приятную новость. Она указала на женщину со словами, что та приехала забрать его домой пораньше, чтобы отвезти к отцу. Секретарь знала многих родителей и родственников учеников, но Патрисию Смит раньше никогда не встречала. Но Скотти не испугался той женщины и даже был счастлив ее видеть. Женщина расписалась в журнале, взяла Скотти за руку и они ушли. Матери Скотти было знакомо это имя. Это была двоюродная сестра отца мальчика. Для нее было довольно странно, что Патрисия забрала Скотти, не сообщив об этом ближайшим родственникам. Рудзо беспокоилась, потому что она была недостаточно знакома с двоюродной сестрой своего бывшего мужа. Она не знала ни ее телефона, ни адреса. Она попросила директора школы вызвать полицию. Полиция штата Кентукки направила в школу двух полицейских на поиски пропавшего ребенка. Директор школы предоставил полицейским фотографию Скотти Бейкера и сообщил им имена и адреса его одноклассников. Руд рассказала полицейским все, что ей удалось узнать об исчезновении сына. Первым делом следователям предстояло найти двоюродную сестру бывшего мужа Патрисию Смит. Именно она забрала мальчика из школы. Детективы выяснили, что она жила неподалеку от школы. Они сразу же отправились к ней, чтобы поговорить. В ходе разговора с ней выяснилось, что она не забирала Скотти Бейкера из школы. К тому же она совсем не подходила под описание данной секретарем. Позже ее алиби на тот момент, когда мальчика забрали из школы, подтвердилось. К вечеру полицейские опросили всех женщин по имени Патрисия Смит, проживающих в радиусе 160 километров от школы. Их было несколько. Все они накануне Дня Благодарения находились дома, и ни одна не соответствовала описанию данному школьным секретарем. И у всех было железное алиби. Стало ясно, что женщина, которая забрала мальчика из школы, использовала вымышленное имя. К тому времени прошло почти 8 часов с момента, когда неизвестная женщина забрала Скотти из школы. Рут попыталась связаться со своим бывшим мужем Донни, отцом мальчика, в надежде что-нибудь узнать. Менеджер из грузовой компании сообщил, что в данный момент Донни находится в пути. Он вез груз для компании в штат Иллинойс. Женщина попросила менеджера передать Донни сообщение, чтобы тот связался с ней при первой же возможности. Полицейские из штата Кентукки продолжили поиски мальчика. Они посетили семьи детей, которые в тот день были в школе вместе с пропавшим. Один из друзей Скотти провел с ним почти весь день. Он запомнил, как Скотти уходил вместе с загадочной женщиной. Десятилетний мальчик также видел, как они садились в машину. Он знал, что эта машина была четырехдверная, а вот насчет модели сомневался. Он точно помнил, что Скотти был рад уехать с этой женщиной и совсем ее не боялся. К десяти часам вечера, спустя более десяти часов с момента исчезновения Скотти Бейкера, у следователей не было ни одной зацепки по поводу его местонахождения. Поскольку с требованием о выкупе никто не позвонил, все свое внимание детективы направили на семью Скотти и его друзей. Они знали, что при похищении ребенка один из родителей обычно несет ответственность, поскольку каждый желает иметь единоличную опеку над ребенком, тем более родители Скотти Бейкера были в разводе. Детективы стали задавать вопросы Рут по поводу отношений с бывшим мужем. Женщина сказала, что они развелись пять лет назад. Они с Дони не были близки, но ради Скотти поддерживали друг с другом добрые отношения. По словам Рут, развод дался им непросто, в основном из-за вопросов осуществления опеки над сыном. Но после некоторых споров Рут и Дони согласились на совместную опеку. Насколько ей известно, ее бывший муж всегда хорошо относился к Скотти, когда тот проводил с ним выходные. По мнению Рут, если кто-то и мог навредить Скотти, то это была Стефани, новая жена Донни. 37-летний Дональд Бейкер и 22-летняя Стефани Спитцер встретились в августе 1991 года и поженились в следующем году, в день Святого Валентина. Со слов Рут, вот уже как 9 месяцев, Стефани ревностно относилась к близости Скотти с отцом. Рут добавила, что информация исходила от Скотти, а он, в свою очередь, рассказывал о том, что не хотел больше ездить к отцу и находиться в обществе Стефани. Таким образом, в этом деле выявилось несколько подозреваемых – Стефани Бейкер, Донни Бейкер и Рут Роуз. К полуночи 26 ноября Скотти Бейкер отсутствовал уже 12 часов. Донни Бейкер возвращался из Иллинойса. Там он узнал о пропаже сына. Он оставил свой грузовик и вместе со своим другом вернулся в Лондон, штат Кентукки. Стефани с отцом ждали возвращения Донни. Приехав, Донни надеялся услышать от них хорошие новости, но таковых не было. И несмотря на то, что все очень устали, Донни настаивал на поисках сына. Они со Стефани поехали в ближайший лес, где он и Скотти часто охотились и стреляли по мишеням, но никаких следов мальчика они там не обнаружили. Ранним утром в День Благодарения Донни и его бывшая жена Рут стали расклеивать объявления о розыске с фотографией. Их 10-летний сын отсутствовал почти сутки, и напряжение между ними нарастало. Один обвинял другого в том, что тот забрал Скотти и спрятал его. Но, несмотря на взаимные подозрения, они продолжали расклеивать объявления вместе. В день, так много значащий для семьи, они не получили ни одного сообщения о своем пропавшем сыне. Им оставалось лишь надеяться, что Скотти жив. На следующее утро полицейские прибыли в дом Донни Бейкера, чтобы поговорить с ним и с его новой женой Стефани. Следователи по-прежнему подозревали, что кто-то из близких пропавшего мальчика умалчивает информацию. Полицейский проводил раздельный допрос. Он не хотел, чтобы один оказывал влияние на ответ другого. Донни Бейкер выглядел озабоченным. Но он заверил полицейского, что окажет любую посильную помощь в поисках сына. Он подтвердил, что собирался забрать Скотти утром в день благодарения сразу после доставки груза в Ленойс. Они с сыном хотели вдвоем съездить в Теннесси и обратно. Донни сказал, что не просил свою двоюродную сестру Патрисию Смит или кого-либо еще забирать Скотти из школы. В беседе с детективами Стефани сказала, что в то утро, когда забрали Скотти, она была дома и занималась стиркой со своей подругой Сьюзен. Стефани считала, что бывшая жена Донни, Рут, возможно, где-то спрятала мальчика. По мнению Стефани, Рут ревновала Донни из-за его нового брака и вполне могла предпринять решительные действия, чтобы вернуть мужа назад. Детективы также поговорили со школьным секретарем, единственной свидетельницей, близко видевшей таинственную похитительницу. Ей показали фотографии всех женщин семьи, включая мать Скотти Рут и его мачеху Стефани. И даже с нанесенным гримом ни одна из них, по словам секретаря, не могла походить на загадочную темноволосую женщину в очках. А тем временем шансы найти мальчика живым и невредимым все убывали. И детективы решили попросить близких Скотти пройти тест на полиграфе, чтобы с его помощью исключить их из подозреваемых. Первую проверку на полиграфе проходила мать Скотти Рут. Результаты теста Рут показали, что она говорит правду. Ее первую вычеркнули из списка подозреваемых. Вторым для прохождения теста вызвали бывшего мужа Рут Донни. И несмотря на то, что полиция могла подтвердить, что он был вне территории штата на момент исчезновения Скотти, они не исключали возможность, что он мог быть причастен к делу. Результаты тестирования Донни Бейкера оказались неубедительными. Детективы надеялись, что молодая жена Донни, Стефани, сможет прояснить ситуацию. Но тут они столкнулись с проблемой. Когда Стефани попросили пройти тест на полиграфе, она заявила, что беременна, а беременные женщины не подвергаются подобным проверкам. Стефани осмотрели в больнице и подтвердили, что она действительно беременна. Стефани оставила свой образец почерка и так же, как и у Рут, он не подходил на подпись женщины, забравшей Скотти из школы. На допросе Стефани дала исчерпывающее объяснение о том, как она провела предыдущий день. Она сказала, что утром она была дома и устроила стирку вместе со своей подругой Сьюзан. Затем они какое-то время разговаривали по телефону с другой подругой. После полудня они закончили стирку и решили съездить к Сьюзан домой. Стефани дала следователям адрес Сьюзан, чтобы они могли с ней поговорить. В тот же день вечером, в день благодарения, следователи нашли подругу Стефани Сьюзан дома. Она отдыхала со своим мужем-водителем грузовика. Детективы спросили ее, где она была в то утро, когда исчез Скотти Бейкер. Сьюзан подтвердила, что находилась в доме Стефани. Сьюзан также сказала, что около 11 утра Стефани разговаривала с их общей подругой. Они собирались вместе провести выходные. Но узнав о пропаже Скотти, у них пропало всякое желание ехать куда-либо. Сьюзан почти в точности повторила рассказ Стефани о том, что она была в доме Стефани, о том, что они стирали белье, потом им позвонили, и она вспомнила, что захлопнула ключи в машине. Затем за ней приехала мать и отвезла ее домой. Сьюзан дала полицейским номер телефона своей подруге, которая позже подтвердила, что они действительно разговаривали. Мать Скотти Бейкера вспоминает, в день благодарения выпал снег, а Скотти так и не нашли. Я помню, как стояла у окна в преддверии сумерек и думала, где же мой мальчик. Идет снег, и ему должно быть очень холодно, ведь тот, кто его забрал, вряд ли даст ему какую-нибудь одежду. У Скотти нет чистого белья и, скорее всего, он не моется. Я даже не знаю, кормят ли его вообще. Это был самый печальный снегопад во всей моей жизни. В пятницу 27 ноября специальный агент из ФБР присоединился к группе следователей по поиску десятилетнего Скотти Бейкера. Полицейские штата Кентукки и агент ФБР все еще надеялись найти мальчика живым. Они еще раз встретились с матерью Скотти, Рут, которая не смыкала глаз со времени исчезновения Скотти. Она подтвердила, что не получила ни единого требования о выкупе. Рут продолжала настаивать, что бывший муж Донни и его 22-летняя жена Стефани, скорее всего, что-то знают. Она не доверяла его новой жене. Рут заявила, что они со Стефани никогда не общались и только иногда сталкивались в магазине своего маленького городка. Рут также сказала полицейским, что Стефани раздражал ее сын. Сам мальчик чувствовал, что Стефани не нравится, когда он приходит к своему отцу. Агент ФБР вызвал отца пропавшего мальчика Донни Бейкера на повторный тест на полиграфе, поскольку результаты первого теста были неубедительными. Второй тест не выявил никаких ложных показаний. Но на этот раз в беседе с агентом ФБР Донни выразил озабоченность по поводу своей новой жены. Он сообщил, что подозревает Стефани. Мужчина рассказал, что отношения между ним и Стефани стали весьма натянутыми. Выяснилось, что Стефани очень разозлилась, когда ее сообщение о беременности не вызвало у Донни восторга. Стефани была уверена, что причина заключалась в его привязанности к сыну. Она пожаловалась, что Донни больше времени проводит с сыном, чем с ней. Донни Бейкер массу времени проводил в дороге, и на семью времени оставалось совсем мало. Стефани казалось, что Скотти всегда был на первом месте. Еще одним тревожным звонком было и то, что Донни нашел дневник Стефани. Он передал его следователям. В нем они обнаружили некоторые тревожные записи. В дневнике Стефани постоянно попадались слова, что Донни любит Скотти больше, чем меня. Я ненавижу Донни. Я ненавижу Скотти или нечто подобное. Я хочу, чтобы Скотти пропал. Пусть с ним что-нибудь случится. Было много признаков того, что Стефани была обижена на Скотти и ненавидела его. Агент ФБР вызвал Стефани для проведения теста на полиграфе. В отличие от полиции Кентукки, ФБР тестирует беременных женщин. На вопрос, знает ли она, что случилось со Скотти, Стефани дала ложные показания. После теста Стефани подверглась дальнейшему допросу. Имея информацию из дневника и ее лживые показания, следователи попытались добиться от нее новых сведений. Но Стефани оставалась непоколебимой. Она вновь повторила, что 25 ноября, в день исчезновения Скотти из школы, она весь день находилась дома со своей подругой Сьюзен. Стефани также упомянула о телефонном разговоре с другой подругой, который состоялся в 11 утра, что соответствовало показаниям Сьюзен. Время телефонного звонка оказалось критическим, поскольку Скотти забрали из школы в 11.30. Агентам ФБР не удалось получить подтверждение звонка, так как был нерабочий день. Поведение Стефани показалось агентам ФБР странным, ее совсем не волновало отсутствие пасынка в течение двух с половиной дней. Она была холодна, когда рассказывала о своем пасынке. Стефани оставила второй образец своего почерка для ФБР, чтобы сравнить его с подписью, сделанной похитительницей. Следователи еще раз подтвердили, что почерки не похожи. Хотя они были уверены, что Стефани лжет и знает о местонахождении Скотти, она определенно не была женщиной, которая забрала Скотти из школы. Алиби Стефани Бейкер основывалось на показаниях ее подруги Сьюзан. В понедельник 30 ноября детективы вернулись в квартиру ее подруги, чтобы еще раз ее допросить и направить на тестирование на полиграфе. Но Сьюзан дома не оказалась. Детективы считали, что Сьюзан не говорит им всей правды. Им показалось, что версии Сьюзан и Стефани слишком схожи. Они рассказывают одну и ту же историю. И скорее всего, они могли быть заодно. Но чтобы еще раз допросить Сьюзан, следователям предстояло выяснить, куда именно она уехала. Они навестили ее мать в надежде, что та знала, где находится ее дочь. Мать Сьюзан сообщила, что дочь уехала во Флориду со своим мужем-водителем грузовика. Агент ФБР обратился в фирму по грузоперевозкам штата Кентукки, в которой работал муж Сьюзан. Бригадир подтвердил, что муж Сьюзан находится в пути и, согласно графику, он должен был прибыть в штат Флорида на следующее утро. Детективы предполагали, что Сьюзан и ее муж могли вывезти мальчика из штата Кентукки. Исследователи штата Кентукки обратились за помощью к специальному агенту ФБР в штате Флорида. Грузовик должен был прибыть в Южную Флориду через 12 часов, и агенты планировали бы там к этому времени. До тех пор все хранили надежду, что где-то в направлении Флориды движется грузовик с пропавшим мальчиком на борту. Как и планировалось, в 7 часов утра 1 декабря 1992 года агент ФБР прибыли на склад. Однако оказалось, что грузовик уже был на месте. Дверь грузовика была открыта, но ни водителя, ни его жены Сьюзан, ни десятилетнего мальчика в нем не было. Неожиданно к следователям вышел муж Сьюзан и спросил, что они ищут. Детективы сообщили, что намерены поговорить с его женой. Оказалось, что та спала в кабине. Агенты ФБР попросили разрешения у мужа Сьюзан осмотреть его грузовик. Он охотно согласился. В ходе осмотра выяснилось, что ребенка в грузовике не было, там была только Сьюзан. Она вылезла из кабины очень уставшая и не понимала, почему с ней еще раз хотели поговорить, ведь ее уже допрашивали по этому делу в Кентукки. Но несмотря на это, она согласилась помочь и ответить на все возможные вопросы. Агент во Флориде попросил Сьюзан рассказать все, что ей известно о пасынке ее подруги Скотти Бейкере. По словам Сьюзан, она знала о нем крайне мало, поскольку никогда с ним не встречалась. Она согласилась поехать в полицейский участок, чтобы там ее сфотографировали и сняли отпечатки пальцев. Агенты ФБР провели тестирование Сьюзан на полиграфе и получили ее образец почерка. Тестирование выявило дачу ложных показаний. Тест показал, что она знает, где находится мальчик. Получив у Сьюзан ее образец почерка, агенты сообщили ей, что полиграф выявил обман, но девушка настаивала на том, что она ничего не знает. Однако опытные следователи чувствовали, что здесь явно чего-то не достает, и девушка точно чего-то не договаривает. И после часового допроса Сьюзан наконец-то дала признательные показания. Сьюзан призналась, что это именно она, представившись Патрисия Смит, забрала 25 ноября Скотти из школы. Она сделала это по просьбе своей беременной подруги, мачехи Скотти, Стефани. По словам Сьюзан, Стефани хотела забрать Скотти из школы, чтобы его напугать и заставить тем самым прекратить его встречи с отцом. Стефани ревниво относилась к встрече мальчика с его отцом Донни Бейкером, от которого она была беременна. Стефани пришла к Сьюзан накануне Дня Благодарения 25 ноября в половине 10 утра. Она была на ножах со своим мужем Донни и попросила Сьюзан помочь ей расквитаться с ним. Вначале Сьюзан не хотела ввязываться в это дело, но Стефани настойчиво умоляла помочь ей, и в конечном счете Сьюзан согласилась. По просьбе подруги Сьюзан изменила внешность, что помогло ей беспрепятственно забрать ребенка. Также Стефани сообщила ей имя дальней родственницы, которое та использовала для подписи в журнале. Скотти никогда не видел свою дальнюю родственницу, но Стефани была уверена, что мальчик с удовольствием пойдет с женщиной, если та пообещает отвезти его к отцу. Десятилетний мальчик никогда бы не понял, что это была ловушка. Пока Сьюзан забирала мальчика из школы, его мачеха Стефани спряталась на заднем сидении машины. Сьюзан направила машину на север от Кентукки. В это время Скотти рассказывал ей, как он рад провести все выходные с отцом. Как только машина оказалась на безлюдной трассе, Стефани, спрятавшаяся на заднем сидении, дотянулась до Скотти и перетащила его с переднего сидения на заднее, где начала его душить. Все это время Сьюзан умоляла ее остановиться, однако Стефани была вне себя. Скотти боролся за свою жизнь, брыкался и кричал, но мачеха была сильнее и в одно мгновение мальчик был мертв. А все это время Сьюзан просто продолжала вести машину. Когда все было кончено, женщины подъехали к находящейся неподалеку заброшенной шахте и нашли место подальше от дороги. Именно там они спрятали тело. Детективы спросили, где именно находятся останки мальчика, и Сьюзан указала место. 1 декабря 1992 года, спустя 6 дней после похищения 10-летнего Скотти Бейкера, полиция отыскала обуглившиеся останки мальчика. После неоднократных отказов его мачеха Стефани Бейкер в конце концов призналась и была арестована. Местные жители были шокированы, узнав, что беременная женщина лишила жизни Скотти. Сообщницу и подруги Стефани Сьюзан судили первой. Так как дело получило широкую огласку, суд перенесли в другой округ. Обвинитель 27 окружного суда штата Кентукки убедил жюри в виновности Сьюзан. Сьюзан была приговорена к 25 годам тюремного заключения. В мае 2008 года она вышла на свободу за примерное поведение, отбыв 15 лет из 25 лет заключения. После ее освобождения мать Скотти Рут сказала репортерам, я не хочу, чтобы люди когда-либо забыли, что она сделала. Когда она идет по улице, я хочу, чтобы люди смотрели на нее и думали о том, что на ее руках кровь. Под угрозой смертной казни 22-летняя Стефани Бейкер признала себя виновной и получила пожизненное заключение с правом на условно-досрочное освобождение через 25 лет заключение. Через 6 месяцев пребывания в тюрьме она родила ребенка. Его взяли на воспитание ее родители. Муж Донни подал на развод. Пока Стефани находилась в тюрьме, она получила степень по богословию и диплом по изучению Библии, а также вышла замуж. В 2017 году Стефани предстала перед комиссией по условно-досрочному освобождению. Она изложила свою версию подробностей того дня. Она заявила, что ее намерением было отвезти Скотти к отцу. Как только они сели в машину и Сьюзан поехала за рулем, она сняла парик и это так напугало Скотти, что он попытался выбраться из машины. Она схватила его за рубашку и натянула, чтобы он не выпал из машины, тем временем задушив его. Он кричал, «Я просто хотела, чтобы он перестал ссориться и замолчал. Я не уверена, как долго держала его за рубашку». Она сказала, что смерть Скотти была ужасной ошибкой, которую она совершила в юности. Мать Скотти, Рут, присутствовала на этом слушании. Она сделала следующее заявление. Когда он умолял выйти из машины, Стефани вылетела с заднего сидения, протянула руку, схватила его за шею и потащила через сидение. И пока он выбивал приборную панель, она задушила его до смерти. «Это то, о чем я думаю каждый день в своей жизни. Я требую, чтобы она отбыла пожизненное заключение». Приговор Стефани оставили без изменений, и ей было отказано в условно-досрочном освобождении. Дональд Бейкер подал гражданский иск против Совета по образованию округа Клей и школьного секретаря за то, что в тот день они отпустили Скотти к Сьюзан без надлежащего разрешения. Обвинения секретаря были сняты в связи с ее правом на квалифицированный иммунитет. В конечном итоге иск был отклонен. В результате этой трагедии в штате Кентукки был принят закон, по которому была введена идентификация по фото любого человека, забирающего ребенка из школы.